Привет-привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Сегодня я вспомнил про одну интересную тему, которая случится с моей машиной и об этом расскажу в этом видео. Я уверен, что оно может пригодиться каждому, кто крутит по рангу и если не сегодня и завтра, то с большой вероятностью будущего. Чем суд? Современные автомобили оснащены электроникой и электрические устройства имеют свойство рано или поздно выйти из строя. Пац и все, не работает, не горит сенсорный экран, монитор, перестали двери открываться с пунктом управления, плохо заводится, руль чуть тяжелее крутится и многое еще. Один прекрасный день я заметил, что после длительной стоянки на стоянке двери моей базушки 2020 года с пультом управления не открываются. Достал запасной экстренный ключ и дверь открыл. Но это не все. Приключения и неудобства только начинались. Нажимал тиккаль тиккаль на кнопке старт стоп и двигатель не черта не заводился. Поднес ключ к пульт ближе к кнопке старт стоп и ура, машина завелся. Батарейки пульт управления сели. Ну ничего, заменим батарейку и все будет окей, подумал я. О, взглянут в сторону монитора и оно затупило. Черный экран и все. Тронул машину и руль что-то не так легко поддается и чуть тяжелее крутится. Нажимаешь на газ и не такой быстрый ревок, как это было раньше. Кроме этого, на приборах коррект чек. Да, всякое бывает. Но в чем именно причина? Ну ладно, ключ, пульт плохо работает. Заменю батарейку и все. А как с монитором бить? Ну раз это со мной случился, значит у всех может произойти. И смотрим видео, в чем именно причина была. Причина была самая простая и цель этого видео запомнить самую главную теорему автоэлектроники. Тоехали торинг от пилиси. Заменили батарейки в пульте и ничего не изменились. Твери не открываются и завести двигатель с кнопкой старт-стоп, что очень трудно, если не поднезли ближе к пульту. Ну ладно, подумали мы и погнали из пилиси в Кутайси дома. Тоехали вечером без приключений и решили машину утром показаться электрику. Эс-адзин надежный знакомый электрик у нас. На конец-то наступило утро. Савел машину и иду к электрику. На дороге думали по себе и вдруг пояснили. Вспомнил главный закон автоэлектроники. Если из электроники что-то отказал и не работает, в первую очередь проверь предохранители. Раз не горит монитор, есть вариант, что какой-то предохранитель перегорел. Но почему? Машина ведь стояла на стоянке и никто ее не трогал. Ну ладно, в теисправности монитора, допустим, видават предохранитель. Но зачем двери с пультом не открываются? И почему с трудом машина заводится? Если к старт-стоп кнопки ближе не поднезли пульт. Имбибилайзеру или ключу хана? Повезло. Электрик пил на месте и очереди не было. Объясняю электрику так вот так и говорю давай проверь сначала предохранители. Проверяет. И да, правда. Первый предохранитель 15-ти аперовая в правом ряду бьет. Собилили. И ура, друзья. Монитор ожил. Машина без труда завелся. Теперь не нужно было поднести ключи к кнопке старт-стоп. И так с далеко до стации кнопка работала. Проверили ключ на открывание дверей. И все нормально. Двери отлично открывались и закрывались пультом. Электрик сказал, что если такое еще и произойдет, нужно будет искать, почему предохранитель перегорает. Через несколько дней этот предохранитель еще раз перегорел. Ломали голову, почему. Искали схемы в интернете и так далее. Но ничего толкового, те сообразили. С тех пор прошло примерно два месяца. И слава богу, все в порядке. Ну и вот, если симптомы точно такие, которые я выше перечислил, начнется проверкой предохранителей. И помним главную террорию автоэлектроники. Если из электроники что-то отказал и не работает, в первую очередь проверку предохранителей. И в конце видео, спасибо всем, кто смотрел до конца. И ждите новое видео, где я расскажу об интересном лайфхаке, который поможет, когда старт-стоп-кнопка и трудно машина заводится. Некоторые скажут, что в таком случае нужно батарейку менять в пульте ключа. Но замена батарейки не всегда помогает. Так что ждем следующее видео, где я расскажу про возможности в причинах, если машина с трудом заводится и как быстро решить эту проблему.